На его место я буду рекомендовать ЦК утвердить вас, товарищ Петровский. Владимир Ильич, нельзя ли кого-нибудь другого? Я пойду к нему помощником. Во время революции от назначения не отказываются, Григорий Иванович. Дадим ему двух выборских рабочих с винтовками, пусть отведут его в Министерство внутренних дел, пусть тогда попробует отказаться. Поймите, товарищи, саботаж сегодня оружие не менее страшное и острое, чем штык или сабля. Если мы, Совет народных комиссаров, не сможем накормить, напоить, возить на трамвай, одеть, обуть петроградцев, нас повалят. Так что на Наркомат внутренних дел вложится сейчас огромная ответственность. В коллегию комиссариата будем предлагать членов военно-революционного комитета Дзержинского, Лациса. Отправляйтесь в хозяйство Столыпина и прошу вас, Григорий Иванович, везде, где можно будет взять интеллигентский персонал без боя, Делайте это мягко, путем некоторых уступок и разъяснения нашей политики. Если бы нам удалось обнаружить центр саботажа во дворе с Кондратьем и графиней Паниной, я бы считал нашу миссию выполненной. Браво, какая поразительная конспирация. Какая отчаянная сила. Какая отчаянная сила. Четыре вечера, а тишина как ночью. В декабре в Петрограде темнеет рано. Здравствуйте. Здравствуйте. Какое дело ко мне? Кем будете? Заместителем народного комиссара по внутренним делам буду, отец. Это как бы товарищ министр по-старому. Вроде бы. Приказано не пущать, ваше благородие. Так и сказано, от комиссаров на порог не пущать. А кем приказано? Властью. А, понятно. Ну, тогда дай ключи. С силой отбирайте. А вам как удобно? Мне? Что под тумаком? Ну, ладно. Договорились. Только когда власть вернется, покажите на суде, что силой понудили. Ну, так и договорились. Какой от главной двери? Ой, господи, большой вот этот. Спасибо. Так. Спасибо. Никого. Пусто. Вот он, каков саботаж. Ну, а вот он должен быть. Здравствуйте. Здравствуйте. Приятного аппетита. Здравствуйте. А где чиновники? Дома, им запрещено на комиссаров работать. А вы, простите, кто? Я. Да. Антипкин. Ну, Антипкин-то хорошо. Это просто замечательно. А профессия ваша? Курьеры мы? Так вот, уважаемые курьеры, отправляйтесь к починовникам и скажите им, чтобы утром явились к рабочим местам. А если за шею дадут? Не дадут. Скажите, что народный комиссар ждет и заоткасываете на работу, будет увольнять без пенсии и выходного пособия. Они скажут, что вас самих через неделю в Петропавловку засадят. Вот пока не засадили, пусть приходят. А сейчас, пожалуйста, покажите нам кабинет министра. Сейчас? Да. Пожалуйста. После вас. Понял. Стрельба здесь не очень слышна. Власть должна работать в условиях комфорта и тишины. Нет. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...